Иегумен Кирилл Сахаров Больничная неделя монаха Предыдущее однодневное пребывание в больнице было подробно описано в заметке «Один день Александра Сергеевича». Краткая госпитализация с финальным бегством. Тогда меня охватило всепоглощающее желание проломить стены, снести все препятствия, чтобы вырваться на свободу. Доставило большой стресс, нанесло болезненную рану. Был надрыв. Оставшись в неглиже, без телефона, диктофона, книги для чтения и молитвослова, Я, наверное, напоминал одного из персонажей «12 стульев», который намыленный вышел из ванны на звонок, на лестничную площадку, а дверь квартиры захлопнулась. И вот он стоит в таком пикантном положении и скулит. Я лежал в углу палаты, уставившись в потолок, и почти физически ощущал, как все мое существо окутывает ужас и безысходность. Долго не хотелось приходить в больницы. Так было в детстве, когда я объелся сахарными леденцами, разноцветными петушками, потом уже не мог смотреть в сторону лотков с ними. Или когда на каникулах в Донбассе грохнулся на мопеде на повороте. Все, больше не сяду за руль. Вспомнил еще. В отсутствие родителей полез в холодильник и там наткнулся на бутылку рома. Несколько раз через маленькие дырочки в пластмассовой пробке приложился. Было плохо, тошнило. Больше я не мог переносить запаха этого напитка. Недавно, возвращаясь на поездки из поездки из Саратова, полез было на верхнюю полку и спикировал Озимь. Надо было додуматься на седьмом десятке лет так поступить. Не рассчитал сил. Теперь буду смиренно просить поменяться местами. И зачем меня, которому требовалось только обследование сердца, переложили в переполненное реанимационное отделение с преимущественно лежачими больными после инфарктов и инсультов. Но брат Митика помирает, ухи просит. Сердце ноет, трепыхается. И потом, не сегодня-завтра больницу, которую предлагают лечь на пять дней, могут перепрофилировать в инфекционную. Подробно расспрашиваю медиков, что меня ждет в больнице. Опасаюсь неожиданностей. Нужно было проверить проводимость крови в сердечных сосудах. А как это происходит? Через бедро вводится игла с микрокапиллярным проводом. Достигает сосудов сердца. С помощью контрастного вещества выявляется, есть ли сушение сосудов. Если есть, то их расширяют. Держите меня, мне дурно. Да вы не беспокойтесь. Вся эта процедура, она, конечно, похожа на микрооперацию, продолжается всего полчаса и не особо беспокоит пациента. Я обреченный. Ну, понятно. Будет больно, но не очень. Вспомнил рассказ учителя в школьные годы. В каком-то музее на экскурсии одна дама, услышав, в конце концов, через несколько тысячелетий, совокупность процессов на нашем шарике приведет к коллапсу жизни на нем, то есть на языке верующих к концу света. Упала в обморок. Когда она пришла в чувство, взволнованный экскурсовод говорит ей. Извините, мадам, я оговорился. Не через несколько тысячелетий, а через несколько миллионов лет. Дама облегченно вздохнула. Ну, слава богу, поживем еще. Представил свою телесную, нехилую тушку, бездыханно распластанную на операционном столе. Всплыла картина из детства, как резали кабана у родственников в Донбассе. Связали, зажали, отец со всей силы ударил ножом в сердце. Раздался жуткий виск, смертельно раненое животное вырвалось, поты спали с его ног, и оно пустилось в дикую скачку, обильно орошая землю кровью и пронзительным криком окрестностей. У меня было ощущение, как будто меня оглушили, балдой по чану, то есть по голове. Пошатываясь, я поплелся домой. Долго еще эта ужасная картина стояла у меня перед глазами. Через некоторое время снова пришел на место казни кабана. Его тушу как раз разделывали, кишки в одну емкость, кости в другую и так далее. Картина не менее жуткая. Меня мучил вопрос. Предстоящая процедура. Не вреду ли таких, как глотание собачатины? Толстые трубки с лампочкой на конце для обследования желудка. Гастроскопия. Тестирование на ковид через мазок глубоко в нос. Не выскочит ли это спица через глазную орбиту, опасался я. Или трубку в пятую точку. В конце концов, говорят, что при этой процедуре бывает, что теряют сознание. Помню, интересовался. А глазные яблоки частично не выпадают из своих орбит при этом. Ещё накануне госпитализации меня плотно взяли в оборот под неусыпный контроль. В юности, когда я постно возвращался домой от друзей, мать, медленно приближаясь, смотрела мне в глаза и настойчиво просила. Ну-ка, дыхни, дыхни. Следите, ходите в школу, позорите, отстаньте, истерил я. Что ждёт меня в больнице? Будет ли хоть хотя бы минимальная тишина? А если не получится с отдельной комнатушкой и придётся находиться вместе с людьми далёкими от веры, матерящимися, смотрящими с утра до вечера мыльные сериалы и бесконечные футбольные матчи? Помню, как в школьные годы на нашей улице собирались пролетарии, труженики шахты. Играли в домино, громко стуча о стол костяшками, периодически эмоционально вспыхивая. Рассказывали, что Николай Викторович Подгорный, третье лицо в союзе после Брежнева и Косыгина, из всех видов интеллектуальных развлечений предпочитал забить козла, то есть игру в домино. Ещё любили смотреть футбол или хоккей. Всё это в клубах табачного дыма и в сопровождении громких выкриков. Мне это было чуждо. Единственное, что запомнилось, это безумно зашкаливающий эмоциональный фон состязаний наших хоккеистов с канадцами в начале 70-х. Около проходной, в ожидании оформления пропуска, прогуливаюсь вдоль металлической ограды больницы. Довольно большая территория. Вдоль ограды всё усеяно бычками. Почти все встречающиеся и мужчины, и женщины курят. Некоторые небрежно кидают окурки в сторону, хотя рядом стоят две металлические корзины. Скромная палата с санузлом и умывальником, но без шкафа для вещей и занавесок. Сталенький холодильник. Я всегда и везде его выключаю, чтобы не было помех для отдыха. В холодильнике продукты. Я было хотел их убрать, думая, что они остались от предыдущего пациента и собирался его отключить. Как оказалось, что продукты там держат медсёстры. После этого замаячила перспектива бессонной ночи. Маленький, неустойчивый столик, микроэкран неработающего телевизора, допотопной модификации без антенны. С лежанки постоянно соскальзывало простынь. Но всё это мелочи. Главное – это относительная тишина и уединение. Телефон с тобой в палате. Но сначала это мало что дало, так как сразу возникали гудки, которые блокировали возможность разговора. Одним словом, неотложная кардиология. Хорошо ещё, что перевезли не на скорой и тут же не стали раздевать до нога, как это было на предыдущей однодневной госпитализации, которую я прервал бегством. В процедурной. Дверь закрывать не надо. Сижу у окна. Из него сифонит. Немножко нужно потерпеть. Медсестра достаёт длинную спицу с ватой на конце. Анализ на корону. А я совсем недавно сдал тест. Всё равно при поступлении в больницу нужно сделать. Это уже в третий раз. Принесли завтрак. Перловая каша. Кусок белого хлеба с тонким ломтиком сыра. Чай. Прошу ещё кусочек хлеба. Чёрного. А у вас диабет? Да. А я дала вам сладкую кашу. Как и везде в больницах почти никто из медперсонала плотно не закрывает дверь палаты. Приходится закрывать самому, чтобы уменьшить шум. С раннего утра ещё до подъёма около медицинского поста собираются люди и громко обсуждали свои болячки. Наверное, им и в голову не приходило, что они кому-то мешают, тем более, что двери в палаты были закрыты. В старые патриархальные времена, когда большинство русских людей жило в деревнях на лоне природы, были другие звуки, запахи, визуальные картины. Жаль, что сейчас зачастую и в храбах перед службой гвалт, толчия, а ведь это время настроено молитву. И после службы, когда важно не расплескать, сохранить приобретённое, часто слышны мирские разговоры. Особенно нужно себя хранить от суеты после принятия святых христовых тайн. Помню, поступив в семинарию, я тогда был послушником Почаевской лавры, был удивлён тем, что проходили часы самодоготовки студентов в классе, кто-то громко общался на посторонние темы, играл фортепиано, несколько студентов, зажав головы, пытались читать. Однажды я не выдержал и меня прорвало. Сколько теряем времени, мы же себя обкрадываем. На мой демарш отреагировали холодно, равнодушно. Ничего не изменилось. Начальство пыталось как-то отрегулировать ситуацию, присылало на часы самоподготовки студентов из старших классов в младшие. Но это мало что дало. Более того, были проявления того, что в армии называют дедовщиной. Старшие пытались подключить младших к решению своих проблем, написанию сочинений и тому подобное. В конце концов, я добился разрешения в часы самоподготовки уходить в читальный зал, где долгие часы просиживал над книгами. После отбоя все улягутся, приходил в темный длинный притвор академического храма, где при свечах читал каноны. Помню, как нас, находящихся там отшельников, разыскивал помощник инспектора Пушкарь, впоследствии митрополит Владивостокский и Приморский, в настоящее время находится на покое. На приходе все подходы к моему жилищу увещаны объявлениями. Тихо. Закрывайте плотно дверь. После 22-30 не входить и тому подобное. Основная дверь оснащена доводчиком, благодаря которому сама плотно закрывается. Странно, никто не мерил температуру при входе. Это сейчас делают повсеместно. Стало уже привычным и вдруг в больнице перед госпитализацией этого не сделали. Рядом пост медсестры. Здесь точка активности, точка притяжения пациентов со всего этажа. Здесь ежесекундно раздаются звонки, вызовы с красных кнопок из палат, проводятся консультации, назначения, разбираются жалобы и тому подобное. Кстати, если хочешь увидеть медсестру, нажатие этой кнопки является самым оптимальным вариантом. Поначалу я по несколько раз ходил к посту, но там никого не было. Потом нажал кнопку и вскоре медсестра появилась. Кнопку нужно не одноразово нажать, а держать до самого подхода медсестры, иначе ничего не получится. Медсестра может быть в палатах, сигнал не услышит и не поймет откуда он, если его сразу прекратить. Шумы неизбежно вырывались в палату. Через час в коридоре все загудело, начался серьезный ремонт. Его естественно приурочили к моей госпитализации, в смысле усугубления испытаний. После первого же посещения лечащего врача стало ясно, что кардиография неизбежна. Да, будет нелегкая процедура, но без нее никак полноту картины составить невозможно. Уже через пару часов я все с большей грустью стал сматриваться в умиротворяющую картину за окном, тяготясь пребыванием в больнице. Стоит только выглянуть в окно, как увидишь скорую, въезжающую на территорию или выезжающую с нее. Вспомнилась реплика одной нашей сотрудницы. Вас нужно связывать в келье, чтобы вы постоянно не рвались на разные мероприятия и собрания. Что ощущают заключенные месяц за месяцем, год за годом находящиеся в вузах? Вспомнился Достоевский, писавший в записках из мертвого дома о тяготах вынужденного совместного пребывания. Этого, слава Богу, нет, но все равно грустно. Попытка отпроситься на ночевку домой успехом не увенчалась из-за эпидемиологической обстановки. «У нас сейчас даже нет пропускных билетов для пациентов», сказала лечащий врач. «Прогуливаясь по территории больницы, ловлю себя на мысли, а ведь я бессознательно всматриваюсь в ограждение по всему периметру территории, прощупываю, так сказать, оборону противника, пытаясь выявить уязвимые места для осуществления возможного побега. Нет, ограда высокая, не преодолеть. Не смогу я сделать подобно тому, как в сентябре один наш бывший сотрудник, военный в отставке, в два счета перемахнул через садовую решетку с целью нарвать яблок. Только у шлагбаума обнаружил сравнительно небольшой зазор, в который можно было бы нырнуть, но, увы, не с моей комплекцией. Присматриваясь к деревьям, которые растут в ограждении, нет, слишком они тонкие и практически бесучив. Нет, по деревням не перелезу, забор высокий, а я грузный. Можно, конечно, было, подобно шурикой с кавказской пленницы, перемахнуть через ограду и приземлиться на кузов какой-нибудь проезжающей машины с помощью качелей, но их тут нет. Холодильник в течение дня и ночи периодически начинал громко рычать в полутора метрах от моей кровати. Практически всю ночь продолжалась активность на медицинском посту. По моему мнению, дверь без звукоизоляции теряет 50% своего функционального смысла. Да, она охраняет, прикрывает, но в то же время создает иллюзию комфорта. Нет почти никакой разницы между пространством коридора и помещением, в котором ты находишься. И так практически везде. В гостиницах, в домах отдыха и, к сожалению, в больницах. Дефицит целительной тишины. Со всех сторон, из всех щелей на тебя обрушивается вал шума, совершенно тебе ненужной и, более того, травмирующей. В идеале, конечно, для каждого больного должна быть отдельная небольшая палата. Но как можно поместить всех вместе стариков и юных, храпящих, курящих и так далее с теми, кто не подвержен этому? А ведь вынужденное пребывание это всегда стресс. Вряд ли оно способствует лечению. Я спросил лечащего врача, а почему вы назвали эту процедуру нелегкой, если она продолжается всего полчаса и делается без наркоза? И еще, а что проходит по артерии руки до сердечных сосудов? Какие-то импульсы или реальные нити? Да, это мельчайшие материальные нити типа лески. Что касается нелегкости этой микрооперации, то посудите сами. Вы раздеваетесь, вас на коляске везут в операционную, там несколько врачей, оборудование. Все это, конечно, психологически воздействует. Но не беспокойтесь, чаще всего это проходит благополучно. Я чаще всего или почти всегда, она почти всегда. Бывают иногда некоторые технические сложности. И еще сказала, больные очень разные. Сердечники это особая категория. у них есть проблемы с поступлением крови в мозг, отсюда сложности с памятью. Еще сложнее с агрессивными больными. Тут держишься изо всех сил, иногда срываешься, о чем потом сожалеешь. Позвонил знакомому священнику, рассказал об этой процедуре. Ему тоже ее предлагали. Сказал, что будет ждать мой рассказ о том, как все прошло. Я почувствовал себя сапером, который проделывает проем в минных заграждениях, чтобы открыть проход другим. Еще ощутил себя подопытным кроликом. Вообще процедура напомнила средневековую казнь по вытягиванию жил из человека. Врач успокаивал, но похоже, что она волнуется больше, чем я. на самых черновых работах в больнице выходцы из Средней Азии. Женщины все на одно лицо, сосредоточены, дисциплинированы, неулыбчивые трудоголики, молча и тщательно исполняет свое дело. Что у них в головах, какие мысли и переживания неизвестны. вещь в себе. Помощник через щели в металлическом заборе передает распечатки с интернета. Он опоздал и поэтому не принес в отведенное прижиму время. Это напоминало конспиративную встречу с передачей важных документов. Вечером в пустынном саду, шурша листьями под ногами, оглядываясь по сторонам, дойдя к решетке, быстро хватаешь пачку бумаг и спешишь обратно. Проходя мимо проходной, опасливо посматриваешь, не засекли ли тебя по видеокамере. Кардиография очень распространенная процедура, которую проходят почти все пациенты. Если не получается вести зонт через запястье руки, тогда его вводят через бедро. Это запасной вариант. В последнем случае, а также если предстоит стентирование, расширение суженных артерий сердца и удаление из них в случае необходимости бляшек, закупоривающих артерий, тогда на сутки человека перевозят в реабилитационную палату. Там нужно было лежать в лежачем положении, чтобы нога не посинела от кровоизлияния. Последнее напутствие врача. Вы среднестатистический больной. Несмотря на гипертонию и диабет, не производите гнетущее впечатление, какое бывает, когда видишь изможденного человека. Такого тронешь и кажется, что он посыпется. Утром перед операцией заходил анестезиолог. С ним я теперь веду себя осторожно. Раньше, накануне предыдущих операций, я задавал множество вопросов, проявлял эмоции. Анестезиологи делали вывод, что я комплексую, что я в группе риска и назначали общий наркоз. Хотя для операций вполне подошел бы средний и даже местный наркоз. Предоперационное томление. Постоянно смотрю на часы. Отслеживаю, сколько времени осталось до начала экзекуции. Заходит зав. отделением. Лечащий врач ему объясняет. Больной волнуется, переживает. Я простите, а по каким признакам вы определили, что я волнуюсь? Врач. Но вы же подробно расспрашивали, что и как будет. Я. Вы знаете, я просто очень любознательный человек. Врач. Плохо спали? Я. Да нет, как обычно. Один раз ночью проснулся, принял таблетку, сонливку и снова заснул. Заранее, по совету анестезиолога, готовлю сумку со всем необходимым, на тот случай, если поместят в реанимацию. Возникла ассоциация с узелком на смерть, который готовили в старые добрые времена наши благочестивые предки. И с сумочкой, где сухарик с реки, белье и прочее на случай внезапного ареста, как было в 30-е годы. Принимаю 8 таблеток, разжижающих кровь. У дверей раздается громкий грохот от подъезжающей каталки. Медсестра с порога так быстро писать, раздеваться и ложиться под простынь на каталку. Прощальный взгляд в окно, три поклона на иконы и меня из палаты депортируют в операционную. Перед этим сделали расслабляющий укол. О самой операции Поставили катетер, обезболили нижнюю часть правой кисти руки, затем наступило самое болезненное. Я было подумал, что эти болевые ощущения, напоминающие касание нерва зуба бормашиной в кресле у стоматолога, являются следствием касания иглой с целью обезболивания, но потом выяснилось, что это было следствием прохода провода через артерию руки к сердечным сосудам. Наркоза много не дают, чтобы чувствовать состояние больного, его реакцию. Реплика врача. Это самое болезненное в этой процедуре. Врач дважды делал замечание «Не сжимайте руку, иначе все придется заново делать». Проходимость нити через артерию затрудняется. Второе замечание «Дышите ровно, не надо вздыхать». Запустили контрастное вещество, выявили, что одна из двух сердечных артерий забита бляшками, что чревато инфарктом или инсультом. Артерию прочистили. Реабилитационная палата. В ней восемь человек, мужчин и пяток медсестер. Один старик просит другого позвонить по телефону. Сам он подойти не может, привязан. Тот тоже не может подойти, он тоже привязан. Несколько раз проситель пытается продиктовать номер своего телефона, но не получается. Смешались куча коней, люди, городские номера с сотовыми. Все с интересом ожидают, чем закончится состязание старцев. Сосед справа никак не может сходить по нужде. В конце концов, в качестве крайнего снисхождения ему разрешают пройти в туалет напротив. Периодически у него из-под одеяла раздается собачий лай. Я сначала подумал и тут собаки, но нет, собачий лай оказался позывным сигналом его сотого телефона. Поставили капель отцу, но забыли открыть емкость. Около часа игла в холостую торчала в вене. Предписали выпить полтора литра воды для выведения из организма контрастного вещества. Возникли проблемы. С детства я комплексовал, практически ни разу за все годы учебы не заходил в школьный туалет и либо на большой перемене бежал через три улицы домой, либо терпел до окончания учебного дня. в этом плане у меня был барьер, я не мог его преодолеть. Так и здесь. Меня уже раздуло, начались рези, и ничего не получается. Пишу записку медсестре. Бесполезно. Не положено для тех, кто в такой палате, и все тут. Но мы же разные, должны же быть разумные исключения. Зачем ко всем подходить с одной меркой, одним стандартом? В течение шести лет в школе терзали, насиловали математикой, языками, химией, с физикой. Но я, извините, гуманитарий до мозга костей. Но нет, будь добр быть как все, подтягивайся к общим стандартам советской школы. Сам я стараюсь за чистоколом инструкций видеть живого человека со всеми его проблемами. Дифференцированно подхожу, учитывая возраст, пол, образовательный уровень и так далее. Приходит зав. отделением, в котором я лежу. Предлагает катетер, но у меня, но меня предупреждали, что лучше его избегать. Но придумайте что-нибудь, возьмите в конце концов расписку, что пациент несет ответственность за возможные последствия для его здоровья, закрыв за собой дверь санузла. Нет, не положено и точка. Умри, но соблюди соответствующий параграф инструкции. Я читал, что древние римляне придумали такую казнь, угощая неугодных, да нельзя, накачивали их напитками, а потом блокировали возможность разгрузиться. Да, падший человек виртуоз в плане выдумок на зверство. В конце концов зав. отделением возвращает меня в палату и сразу все нормалек. Конечно, сотрудники больниц перегружены. Несомненно, что их служение носит жертвенный характер, но есть некоторые недоумения. просят, например, лежачий пациент принести из палаты жизненно важную вещь в таких условиях, как сотовый телефон. Знакомые реакции, взгляды сквозь человека, а потом повернуться и молча уйти. Понятно, что подобные реакции напротив больного оставляют в его душе осадок, настроение падает. Может быть, все-таки в данном случае оптимален средний вариант. Хоть что-то сказать в ответ «я передам на пост», «у меня нет с собой телефона» и тому подобное, но просто молча уйти от ответа такое отношение накручивает напряженность, сильно огорчает больных. Хотя понятно, что среди них хватает тех, кто капризничает, досаждает и даже проявляет агрессию. Один такой мужчина, похожий на председателя правкома завода средней руки, бегал по коридору, требуя назвать фамилию медсестры, которая, по его мнению, плохо к нему отнеслась. Иногда мы нетерпеливо форсируем события, спрашивая, когда будет та или иная процедура, почему принимает и этот, а не тот врач, и так далее, и тому подобное. А ведь в каждой больнице даже самый захудалый свой налаженный формат набора процедур и регламент их периодичности. Врач нашей общины так отреагировал на мои рассуждения. Главное, чтобы самолет приземлился. То есть в моем случае прошла удачная операция. Когда самолет сел, все радуются и не думают об отдельных досадных упущениях. По поводу медсестер. Если медсестра даст кому-то либо попользоваться своим сотовым телефоном или разрешит кому-то либо из реанимационной или реабилитационной палат пройти в туалет, то, видя это, и другие пациенты будут проситься. А что касается расписки больного, то все равно все претензии будут к медсестре, которая разрешила, несмотря на соответствующий запрет делать это. Выход есть. Если не получается решить вопрос с медсестрой, тогда нужно настоятельно просить вызвать врача. Как видно, не все так просто. Еще он сказал, вал бумажной волокиты в медицинской сфере увеличился десятикратно. Также и количество поступающих больных врач чисто физически не в состоянии уделить всем внимания должным образом. Еще я фантазировал. Вот выйду из больницы, обращусь к протодиакону Виктору, секретарю старообрядческого митрополита Корнилия. Отче, столько отцов у вас в последние годы получила из рук владыки протопопскую шапку, митру. А я вот уже тридцать три года стою у престола. Написал книги и не один десяток статей о старообрядчестве. Столько пострадал, мыкаюсь по больницам. Походотальствуйте перед предстоятелем о награждении меня митрой сапушкой. Протодиакон, как обычно, молча улыбнется, разведет руками, не зная, как реагировать на мой неожиданный пассаж шутку. Когда вышла заметка «Один день Александра Сергеевича», владыка обратил внимание на схожесть со стилем Зощенко, писавшим о том же. Он еще меня спросил, «А вы читали об этом у Зощенко?» Я что-то промямлил в ответ неопределенные. «Скорее, ближе к тому, что читал. Естественно, я же все читал, везде был и все знаю». Вспомнил, как в детстве мать моего близкого друга рассказывала, как она в годе войны, будучи совсем юной, скиталась по городам и весям Донбасса. При этом она называла ряд этих населенных пунктов. Я поначалу удивлялся, а потом усомнился и спросил, «А в таком-то городке вы бывали в период своих скитаний?» и назвал реально существующий населенный пункт. Она подтвердила, спрашиваю еще, называю новый населенный пункт, оказывается, и там была. Тогда я наугад произношу название несуществующего городка. Каково же было мое удивление, когда она сказала, что и здесь она была. Еще одни сутки я провел в палате. Больше никаких процедур не было и не предполагалось. Закинул удочку «Нельзя ли мне пораньше выписаться?» Все, от кого зависело принятие решения, дали добро. Таким образом, на четвертый день после госпитализации я был выписан. Последнее, что я сделал, поднялся на этаж повыше, где вестибюле помолился у большого образа Богородицы. Здесь же шкаф с религиозной литературой и фото-стенд членов сестричества, опекающих больницу. Близко подойти не удалось, так как все помещение было завалено коврами и мебелью. Еще одно проявление сложной эпидемиологической обстановки. и мебелью. Продолжение следует... Продолжение следует...